всем привет с вами снова денис минин и мы находимся на все том же канале который так и называется комфи полезно лайфстайл и в рубрике полезные советы и здоровый образ жизни мы разберем классную тему которая называется плечи а точнее дельтовидные мышцы потому что это касается и парней и девушек ведь девушкам нужно иметь сексуальную красивую форму где плечи не огромные а рельефные и немного имеют классный красивый вид а парням конечно же в-образную форму потому что это выдает мужское начало и так давайте меньше теории и максимум практики поехали и сразу мы начинаем с разогрева с разминки с растяжки и вот растяжка все-таки неправильное слово не подходит и объясню почему перед тем как вы будете тренировать ваши плечи вами ни в коем случае нельзя растягивать растягивать можно уже в середине тренировки а еще лучше в конце в начале мы всегда разогреваем и что я уже делаю я максимально утомляю мои плечевые мои дельты не просто маханиями когда у нас руки болтаются взад вперед в разные стороны где мы растягиваем наши мышцы а мы создаем нагрузку то есть в небольшой амплитуде я совершаю движение в плечевом поясе вперед и назад когда вы попробуете этот метод разогрева вы поймете что у вас плечи утомляются уже буквально через 20-30 секунд плечи горят жжение неимоверное элементарно совершите 50 вот таких круговых движений в небольшой амплитуде напрягая ваши дельтовидные очень серьезный разогрев следующее разогревочное упражнение но я его больше назову реабилитационная почему потому что она также помогает тем людям которые уже получили травму во время тренировки дельтовидных мышц и заключается она в следующем то есть мы в угол 90 градусов поднимаем руки вверх в локтях и совершаем следующие амплитудные движения то есть максимально вниз это ошибочно мы не уводим то есть мы оставляем на уровне горизонта и поднимаем вверх таким образом мы совершаем такие своего рода ротационные движения и закачиваем и укрепляем наши дельтовидные это не тренировка еще это еще только лишь разогрев совершаем с весом максимум 4 а может быть 5 килограмм все зависит от веса вашего тела если у вас не серьезный уровень подготовки достаточно и 2-3 килограмма веса каждая гантелька совершаете около 10-15 повторений и естественно по 2-3 подхода третье идеальное упражнение как реабилитационная так и разогревочная совершаем с резиночкой то есть мы делаем сведение исключительно работаем в локте но напряжение соответственно идет конечно же в дельтовидной и то же самое только с разведением естественно мы руки потом поочередно меняем разворачиваемся на 360 градусов и делаем то же самое потом в другую сторону после того как вы разогрелись размялись а главное сделали все упражнения которые в будущем будут препятствовать травмам ваших мышц вы приступаете к базовым упражнениям конечно же если вы новичок не профессиональный атлет я рекомендую всегда начинать с базовых упражнений это очень важно если вы уже профессиональный ответ вы и так сами знаете как качать дельты поэтому скорее всего 99 процентов зрителей нашего канала конечно же новички или в среднем уровне атлеты которые еще не достигли профессиональных высот поэтому я беру гантельки и показываю упражнения разновидность базового упражнения с гантелями когда мы делаем классический жим выглядит следующим образом это жим арнольда когда в нижней точке мы проворачиваем локтевые вовнутрь и в классике поднимаем гантели вверх но конечно же классический жим это когда мы просто совершаем амплитудные движения максимальные вверх и вниз ни в коем случае мы не совершаем резких рывковых движений мы не совершаем читинга за счет подпрыгивания и компенсации в коленях когда вы сгибаете колени и таким образом выстреливаете руки вверх это неправильно то есть наша задача максимально нагрузить дельтовидные они просто их утомить как всегда в классике минимум 3-4 подхода по 10-15 повторений конечно же да вы можете совершить и 5 и 6 повторений точнее подъемов гантелей вверх но это уже будет силовая тренировка где вы хотите максимально нарастить мышечную массу и увеличить ваши силовые показатели но это больше относится к профессиональным атлетам напомню что базовое упражнение это когда задействовано 2 и более сустава и также напомню что дельтовидная мышца это не цельный массив плечевого пояса она подразделяется на три пучка задний пучок средний пучок и передний пучок конечно же вы можете их нагрузить отдельно но в целом в базовом упражнении они работают полностью нет все таки кроме практики немножечко теории все таки расскажу и покажу в том числе очень важно запоминайте еще раз это важно повторить несколько раз если вы профессиональный атлет вы можете начинать не только с базового упражнения на дельта вы можете начать изоляции для того чтобы утомить ваши мышцы потому что вы уже можете работать с огромными весами и тогда вы максимально потом закачиваете после изоляции уже отдельными базовыми упражнениями но если вы новичок всегда начинаете с цельного массива где задействуется весь плечевой как я уже говорил передний средний и задний пучок дельты поэтому вы работаете с базовыми упражнениями неважно это подъем штанги из-за головы или на грудь или просто с гантелями с гантелями гораздо безопаснее кстати напомню вот здесь по ссылочке будет видео или внизу в описании обязательно найдете топ бесполезных упражнений и там я показываю правильную биомеханику и анатомию упражнений на дельты как неправильно их выполнять обязательно пересмотрите если вы еще не видели и конечно же давайте я начну с изоляции из базовое упражнение мы уже сделали и теперь я показываю упражнения с той же гантелькой только в изоляции и что я делаю обратили внимание я не работаю с двумя гантелями я работаю исключительно с одной а свободной рукой я облокотился или же взялся за перилу не имеет значения это шведская стенка или что-то еще и совершаю следующие амплитудные движения но есть несколько вариаций этого упражнения и все имеют место быть то есть в классике когда я довожу нашу гантельку к моему боку а есть вариант когда я провожу немножечко в паховую область и у меня тогда разгон получается намного больше и амплитуда движения вырастает это и другое упражнение абсолютно нормально самое главное это техника выполнения когда мы концентрируемся на биомеханику нашего локтя то есть я подымаю не кулак вверх ориентируясь на локоть таким образом как будто бы мизинец на уровне локтя то есть правильное выполнение упражнения когда у нас в одной амплитуде идет кистевые и соответственно локоть то есть мы концентрируемся и нагружаем нашу дельтовидную они просто подымаем руку вверх то есть как выглядит неправильно упражнения это неправильно теперь правильно подаем немножечко локоть то же самое на вторую руку в чем преимущество выполнения упражнения гантелей одной рукой да все очень просто очень много людей у которых есть проблемы например протрузии или грыжи межпозвоночные в поясничном отделе позвоночника таким образом вы максимально разгружаете вашу поясничку вы удобно стали ягодицу немножечко отвели назад поясничка у вас прямая грудь подали вперед и совершаем следующее движение все никаких травм вы никогда не получите максимально акцентируйтесь на средний пучок дельты денис спросите вы а как же акцентировать задние дельты все очень просто вы берете резинку или например в тренажерном зале или фитнес-клубе вы можете работать вы так называемый рычажный тяги тяга блока там кто как по-разному называет но суть от этого не меняется самое главное вы выполняете правильно упражнение когда локти разводите максимально вниз но ошибку которые многие совершают тянут локтевые внизу еще раз вот так у вас качается спина вашей широчайшей точнее и и глубина а вот так вы акцентируете ваши задние пучки дельт еще раз максимально тяните разводите локти в стороны подняв их вверх а не вниз и таким образом у нас идет нагрузка на заднюю дельту локти подняли вверх и максимально сводим лопаточки вот они у меня уже загрузились колоссально следующее упражнение для проработки задней части дельты вы можете выполнять также с гантельками когда вы в наклоне опустились колени согнуты ягодицы максимально отведены назад и корпус подали вперед и здесь совершаем также поднятие гантелей в стороны то есть разведение это упражнение лучше всего конечно же делать на наклонной скамье когда вы облокотились на угол 45 градусов скамью и выполняете амплитудные движения следующее упражнение которое мы акцентируем передний пучок дельты но напомню что это упражнение я не рекомендую выполнять новичкам потому что по сути по-честному бесполезно то есть вы должны начинать с базовых упражнений а если вы уже сформировали себе огромные дельты тогда вы можете уже прорисовывать их вот такими отдельными изолирующим упражнения когда вы поочередно поднимаете левую и правую руку неправильно конечно же заносить руку вверх наблюдая эту картинку в залах когда молодые ребята по 14 лет совершают вот такие движения это неправильно то есть подняли зафиксировали и в статике медленно опустили еще раз не бросаем руку а силу подняли статике медленно опустили то есть постоянная идет нагрузка на передний пучок дельты и не забываем про дыхание и я напомню все-таки что бесполезных упражнений на дельты не бывает есть понятие безопасно или нет поэтому вы рационально подходите к тренировочному циклу и безопасно тренируетесь помните что если вы травмировали дельты вы не сможете потом тренировать не грудь не спину не тем более их суставные части которые называются двухглавый пучок это бицепс трехглавый пучок который также отходит от плечевых от дельт это трицепс потому что он имеет три части и бицепс две части напоминаю что это все одно целое и вы не сможете тренироваться если вы их травмировали а если серьезная травма вы выпадаете минимум на пол года поэтому очень важно беречь себя понимать биомеханику упражнения если вы чувствуете хоть какую-либо боль прекращайте тренировку идите консультироваться к врачу я напомню что мы на канале комфи в рубрике полезные советы здоровый образ жизни и лайфстайл поэтому всегда комментируйте не забывайте кликать на колокольчик всегда нас лайкайте рекомендуйте в том числе и друзьям потому что нам будет приятно снимать следующие видеоролики для вас если вам это интересно с вами был денис минин пока субтитры сделал DimaTorzok